В Тюмени общий городской субботник пройдет 27 апреля. И, кстати, если говорить о всероссийском масштабе, то в этом году уборка будет юбилейной. Первый коммунистический субботник был 100 лет назад. Как его проводили раньше и что изменилось сегодня, расскажет Анна Рабчук. Вот давай. Надо сейчас еще точить до мусорки. Все, хватит. Очистить двор от сухих листьев, навести порядок в клумбах, работы накопилось много. Эти пенсионерки не ждут городского субботника, а уже наводят красоту. Сами разминаемся и плюс молодежи показываем пример своим трудом, как нужно убирать. Мы еще там возделываем площадочку, где у нас цветы растут. Первый коммунистический субботник состоялся 100 лет назад в Москве. Тогда слесарь Депо предложил поработать бесплатно. Активистов набралось немного, но благодаря участию Ленина движение стало массовым. Эти бабушки, конечно, моложе традиции, но им есть что вспомнить. Белили деревья, красили заборы. И народу было очень много. Сейчас из года в год, я смотрю, все меньше и меньше стало народу выходить. В соседнем регионе одна управляющая компания решила мотивировать жильцов и ввела штраф за прогул 300 рублей. Инициатива собственникам не понравилась. Тюмень пошла другим путем. Дворники уже прибрали, не дожидаясь особой даты. А вот где субботник точно необходим, так это на территории предприятий и у гаражей. Здесь скапливается много строительного мусора и после таяния снега он становится особенно заметен. И здесь сил одного дворника на уборку не хватит. Среди сертификатов и дипломов значок ударника коммунистического труда. Почетный архитектор России Олег Бузников вспоминает, как проходили его субботники в 70-х, 80-х. Это не халтурить называлось, а работать в удовольствии, как тебе хочется. То есть вот сколько ты хочешь отдать, сколько ты хочешь поработать, сколько ты отдаешь. Общение после субботника намного ценнее было, чем во время субботника. У современной молодежи теперь новые герои. Четыре года назад в день рождения Ленина в городе Копейске родился проект «Чистомэн». Своими рейдами он доказывает, для супердел не нужны суперспособности. Молодой человек работает в зеленой маске и очках. Сегодня у него более 20 тысяч подписчиков со всего мира. Когда ломаются атрибуты, они ему дарят новые и выходят на субботник вместе. В прошлом году я специально поехал в Тюмень, чтобы провести там рейд, чтобы пропагандировать тюменцам свое видение моего проекта. В центре Тюмень очень чистая, а вот в парке, конечно, очень много замусорных мест. Собственно, как и в любом другом городе. Два месяца назад появилась альтернатива «Чистомэну». В интернете набирает оборот челлендж по уборке пляжей и парков. Свой вклад в чистоту могут сделать и тюменцы. Скоро по всей области пройдут массовые субботники. Анна Рабчук, Павел Михайловский, Александр Вележанин и Сергей Мякишев. Тюменское время.